Приветствую всех! Меня зовут Людмила, я из города Воронежа. Я хотела бы рассказать о книге «Представление и наказание» Фёдора Достоевского. Впервые я её прочла в школе, но тогда она почти не произвела на меня никакого впечатления. Затем я её перечитывала в 19 лет, когда готовилась к ЕГЭ по литературе. И тогда эта книга просто поразила меня. Потому что дело в том, что у меня на тот момент подсознательно была такая же идея, как у Раскольникова. О том, что среди людей, грубо говоря, есть твари дрожащие и правоимеющие. Я видела перед собой примеры людей, аналогом которых во времена Достоевского был Наполеон. Ну, то есть таких, сильных мира всего, которые совершают моральные поступки. Я пыталась брать с них пример, не понимая их толком. Но когда я прочитала Достоевского, само то, как он точно обозначил вот эту вот идею, вот это вот убеждение, само это заставило меня переосмыслить, собственно, эту идею. Потому что, как говорила Сонечка, право на что убить. В заключение хочу сказать, привести по памяти цитату из книги, которая сильно запала мне душу. И, как следователь говорил Раскольнику, о чем же вы жалеете? То, что вас долгое время никто не увидит, когда он попал в последствии, его сажали в тюрьму. А тогда следователь ему сказал, так дело не во времени, а в вас. Станьте Солнцем, и вас увидят все. Быть Солнцем – это самое главное. Ну, все, благодарю за внимание.